Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то всё, о чём ты мечтаешь, сбудется! И всем здоровы, ребятки! С вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в симулятор разрушения планет. Ну что ж, мы продолжаем уничтожать планеты всевозможными прикольными способами. Я надеюсь, ребят, что вы успели поставить лайкусик за 3 секунды. Если нет, ставьте сейчас, у вас вторая попытка. Заранее огромное спасибо. И сегодня у нас будет необычный ролик, ребята. Сегодня мы вместе с вами будем смотреть на секреты данной игрушки. Это уже вторая серия по секретам, но игра обновляется, добавляются всевозможные новые пасхалочки, секретики и так далее. Поэтому я надеюсь, что такой видосик вам 100% должен понравиться, ребят. Поэтому ещё раз повторю, смело ставьте лайкусик. Ну что ж, некоторые секретики вы написали мне в комментариях, некоторые секретики я обнаружил сам. Ну и какие-то идеи тоже вы написали в комментариях. Овера, попробуй сделать так, а попробуй сделать так. И сегодня мы, ребят, конечно же, всё попробуем. Ну что ж, я предлагаю долго не затягивать и погнали сразу пробовать. Было огромное количество комментариев про то, чтобы я поставил 66 ракет. Я помню, ребята, если ставишь 66 ракет, то вместо вот таких вот ракет... Видите, обычные ракеты? Это у нас 56. Мы ставим 66 и у нас летят корабли. Но я думал, как бы на этом, ребят, всё заканчивается. Я думал, ну окей, летят корабли и так далее. Мы это знали с вами. Но не всё так просто. Можно нажать на прицел. Возобновляем землю, ребят. Нажимаем на прицел. Нажимаем на огонь. И мы начинаем управлять кораблём. Как я понял, ребят, это отсылка к Звёздным войнам. Там было что-то задание 66, когда нападали корабли на какую-то там планету, что-то такое. И мы реально, ребят, с вами управляем кораблём. Посмотрите, я могу облететь, наверное, всю землю. Вот это просто потрясающий секрет, ребят. То есть мы вообще реально по-новому управляем вообще. То есть это реально как будто другая игра. Посмотрите, мы вот так облетаем планету. Вот так её можем обогнуть. Воу! А кстати! А что будет, если мы вот так долетим до солнца? Мы сможем долететь? Где она у нас? С какой стороны? Давайте попробуем найти солнце и попробуем долететь до него. Воу-воу! Насколько мы просто далеко сможем улететь? Так, смотрите. Вон у нас солнце где? Ага, вон оно. Так, значит, выстреливаем вот в эту сторону. Вот так. И всё, и летим. И летим. Тихо-тихо-тихо, немножко сложно управлять. Опа-воу-воу! Солнце-солнце! Летим, ребят! Летим навстречу к солнцу! И... Сможем ли мы долететь, ребят, до солнца? Сможем ли мы взорвать его нашим кораблём? Это тоже будет реально очень интересно. Смотрите, мы приближаемся. Ребят, мы приближаемся, это работает! Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Серьёзно? Или мне кажется? Или мы реально приближаемся? Или я на месте, ребят, уже лечу? А, походу, я на месте, ребят. Походу, я не могу долететь до солнца. Она очень далеко. Хотя, или мы близко? Или мы приближаемся? Блин, это оптическая иллюзия? Или мы реально летим? Что будет, если мы стрельнем туда? Так, ребят, ладно, я понимаю, что это, походу, может быть очень долго. Давайте я просто сам полечу, чтобы вас уже не томить ожиданиями. Потому что это реально... Возможно, может быть, надо будет подождать день или два. Или неделю мы так будем лететь. Или это невозможно. Ну, ладно, сейчас я подожду, ребят. Да, короче, нифига, ребят. Просто меня заспавнило. И всё, понимаете? Просто я улетел, наверное, слишком далеко. Короче, нельзя туда долететь. Но вот эта пасхалка, это реально очень интересно. То есть мы реально можем бомбить землю. И в какой-то момент такие... А-а-а, бонзай, кабабанга! И сами туда просто врезаемся. Это потрясающе. А только мы выключаем прицел, и сразу у нас эти эскадрильи... А мы можем вместе с ними полететь? О, смотрите, мы с кентами летим! Вау! Пацаны, пацаны, не улетайте! Пацаны! Блин, они улетели, ребят, я не успел. Ну, ладно. Давай вот так. Летим, 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 летим. Летим дырочку и туда. Потрясающе, друзья! Просто потрясающий лайфхак, точнее, потрясающий секретик. И смотрите, у нас даже получился какой-то смайлик. Ребят, реально какая-то рожа вылезла. Так, ладно, пробуем дальше. Как вы все знаете, ребятки, мы можем взорвать солнце. И у нас как бы, ну, взорвется оно и разрушит нашу землю. Видите, идет взрыв. И мы сжигаем нашу планету, так как мы сжигаем солнце, точнее, взрываем. И все, наша планета жестко раскаляется. Там всякие термоядерные, птеродактильные всякие там процессы происходят. И происходит реально жесткий мега-бум. И все, взрывается наша планета, как Корсар-10. Бам! И все, смотрите, разлетелось. Но, ребят, кто-то из вас написал в комментариях действительно прикольную тему. У нас добавилась с обновлением новая штука. Вот такие вот щиты. Я сказал, что это, возможно, добрые инопланетяне помогают защитить землю с помощью этих щитов. И кто-то написал, Овер, а реально попробуй, попробуй защитить землю вот этими щитами и взорви солнце. А что будет, ребят, реально? Это же очень интересно, сможет ли солнце разбить нашу вот эту защиту инопланетную? Давайте максимально попробуем защитить нашу землю. Просто максимально создадим самый жесткий щит, который только можно вообще создать. Действительно, попробуем многоуровневую, многослойную защиту, понакликаем. И попробуем бабахнуть солнцем по нашей планете прямо в этот щит. Я думаю, что это будет прям, ну, мега-интересно. Я прям сразу такой, вау, реально, что будет? Это действительно классно. Вот кто это придумал, вы, ребята, вообще гений. Как вы до такого додумываетесь? Потому что я бы сам до такого вряд ли бы додумался. Так, ну, вроде как, смотрите, потихонечку наша планета все защищается. Тут со всех сторон ее надо, наверное, защитить. Так, короче, все, я делаю щит. И вот такая штука, ребят, у меня получилась. Смотрите, понятное дело, что не идеально. Где-то есть пробелы, где-то есть дыры. Но я думаю, что это особо не повлияет. Так-то в целом, смотрите, и снизу, и сверху защита у нас реально жесткая. Даже как-то очень плохо видно все это дело. И теперь, знаете, я очень переживаю, смогу ли я солнце взорвать. Ничего бы мне мешать не будет. Но, в принципе, нет. Ладно, вон, давайте сейчас бабахнем. Берем вот так вот солнце, там вот целимся. Блин, тяжело. Тяжело попасть по солнцу. Но, вон, 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 попал, попал, попал. Ставим слоу-мо, ребят. Ставим слоу-мо. Давайте уберем все вообще с глаз долой. Так, смотрите, идет у нас солнечный удар. Максимальный солнечный взрыв. Вон он идет на нашу планету. Наша планета защищена этими щитами, ребят. Плохо видно, конечно, все. Ну, потому что очень много защиты я поставил. Можно даже, в принципе, ребят, выключить слоу-мо. Давайте посмотрим. О, ноу! Ха-ха-ха! Сквозь защиты, ребят, уничтожается наша планета. Кстати, самое удивительное, что защита-то не пострадала, но как-то сквозь защиту прошло. Но я думаю, ребят, что в любом случае планета бы разрушилась. Ха-ха-ха! Но эксперимент был реально жесткий. Я до последнего не знал, что будет. Вот реально могло же быть все, что угодно. Например, волна вот эта взрывная могла отразиться, улететь в другую сторону и так далее. Но это действительно прикольно. И у меня есть еще один небольшой челлендж, связанный с этим щитом. Мы добавляем землю, ребят. Потом берем этот щит. Давайте возьмем его, вот так вот бабахнем. И в этот щит попробуем ударить нашим инопланетянином. Точнее, нашим призраком. Вот этим огромным просто призраком попробуем стукнуть в этот щит. Что будет? Вот он у нас, ребят, разбегается, этот чувак. И... Бьет в щит. Пам! Пробивает, ребят, щит максимально. И наносит удар нашей земле. Слушайте, ну щит реально легко пробить получается. Ну хотя, может быть и нелегко. Просто на самом деле мы пробили щит солнцем. И пробиваем щит этим супер жестким призраком. А как вы помните, ребят, с предыдущего ролика, этот призрак реально мощный. Бам! Щит пробил и просто по нашей планете туда его. Ну-ка, давайте попробуем этот щит, ребят, проверить, например, на грозе. Помните, у нас была гроза какая-то, грязевые вот эти. Точнее, грязевые. Грозовые, ребят, молнии. Ну-ка, сейчас попробуем. Молния, молния идет. Смотрите, нет! Щит защищает. Оу, кайф! Просто кайф, ребят. Просто шикарно. Щит нас спасает. Ну и давайте взорвем тогда нашу планету полностью. Чисто вот этими грозовыми штуками. Давайте еще червяков. Давайте еще этого. Давайте еще вот этих всяких чубриков. Просто инопланетное вторжение. Ха-ха! Боже! Даже на землю уже не похоже. Бэм! Хорошо, ребятки, погнали. Попробуем следующий секретик. А также, ребятки, я вас спрашивал, как сделать планету абсолютно ровной. И вы мне сказали, Овера, есть реально жесткий секрет. Тебе нужно сделать плоскую планету с помощью лазера. Например, вот типа как вот так, ребят. Я представляю это вот так. В общем, ее нужно сделать плоской. И потом ее нужно, ну, как бы, возобновить планету. Сделать, как бы, целой заново. То есть нажать кнопку ресет. И вроде как после этого планета официально сама, то есть, станет плоской. Это меня, как бы, ребят, настораживает. Потому что я, если честно, в это не верю. Но давайте попробуем. Либо это какой-то очень жесткий прикол. Либо это очень жесткий секрет. Тут, как бы, одно из двух. Так, во. Как будто взрыв, смотрите, какой-то ядерный, да? Так, ну, по идее, вот, наша планета плоская. Ну, давайте вот это лишнее все уберем. Если честно, ребят, я не верю в то, что сейчас планета станет плоской после того, как я ее зареспавню. Мне кажется, она просто зареспавнится и все. Ну, давайте на всякий случай добьем. Добиваем максимально. Ну, и теперь ее просто вот нужно обновить. Окей, сбрасываем. Что? Так это был не пранк. Ребята, так земля реально плоская. Вау. Офигеть. Так это все правда. Земля-то может быть плоская, посмотрите. А кто знает, ребят, может и в нашем мире сейчас реально плоская земля. Офигеть, блин. Вот это прикол. А я-то думал, ребят, это все пранк. Мы можем поменять фон. Офигеть. На любой вообще. Вау. Как эпично это выглядит. И реально мы можем ее поуничтожать? Серьезно? Вот, ребят, вот честно. Вот мы можем ее бабахнуть. А ну-ка. Давайте вот. Инопланетное вторжение пошло. Инопланетяне летят максимально жестко на нашу планету. Смотрите. Бам! Пошла атака. Реально взрывают, ребят. А, кстати, помните, еще был секретик, когда вот эти выстрелы инопланетные отбивались. Это, кстати, было прикольно. О, они и сейчас вот, походу, отбиваются где-то. Да, о, смотрите. Вот здесь отбиваются, ребят. Смотрите, фигарю. Просто противоракетная оборона работает в какой-то стране, блин. Вон. Просто корабль разбомбили. Неплохо, ребят. И эта пасхалочка, кстати, работает. Это тоже как один из секретиков. Нифига себе. Ну, а теперь давайте посмотрим, как будет призрак уничтожать нашу планету. Смотрите! Встал! Офигеть, как за столом. Туда ее! Бам! Класс вообще! А теперь, ребят, погнали, полетим сами на эту планету. Так, прицел. Погоди, прицел. Полетел. Полетел, Овер. На планету. Реально, и на плоской планете это тоже все работает. Все пасхалочки, все секреты работают и на плоской планете. Как красиво выглядит. Реально, как будто другая игра. Боже мой! Бам-бам-бам! Летим! И! Ка-ба-банга! И куда-то просто бам! Ха-ха! Зафигарился! Так, ребят, давайте это. А что мы, если мы выйдем? Оу! Я вышел! А, смотрите, я вышел и просто лечу! Я больше не управляю, я просто лечу максимально жестко! Ха-ха-ха! Ну-ка, 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 ну-ка! И! И! Бам! И взрывается. А если мы зареспавним? Оу! Она остается, ребят, серьезно? Так, а солнце у нас? А где солнце? А как взорвать? А солнце пропало, ребят! Походу, не взорвать! Я думал, может взорвать, типа, солнце здесь, на этой планете. Ну, знаете, чтобы эта планета от солнца взорвалась. Но что-то солнца не вижу. Может, как-то можно? Напишите в комментариях. Так, ладно, ребят, давайте попробуем, что? Давайте попробуем, конечно же, скинуть луну, блин, на нашу плоскую землю. Летит луна. Луна. Вау! Просто как по столу прокатывается. Еще и луна сама у нас повредилась. А если много лун? Огромное количество. Летят! Летят, 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 летят! Вау! Сталкиваются! Друг с другом! Просто! Вот это жесткач! Как я не завидую людям, которые живут на вот этой плоской земле. Просто капец. Луны на них падают. А давайте натравим на них червей еще всяких. Фух, офигеть! Просто потрясающе, ребят. Не, эта игра, это мега угар. Просто мега угар. Офигеть! Все, я ее уничтожил. Реально, ребят, просто уничтожил эту плоскую землю. Вон, червяк, червяк, червяк. Вау! И схавал. Кстати, ребят, она у меня теперь всегда будет плоская, как вы думаете? Или может как-то можно ее, типа, там, изменить обратно и так далее? Давайте бур закинем. Давайте, ребят, попробуем черную дыру и попробуем, ну, вот эту грозу. Да! Все работает, ребят! Абсолютно все работает на этой плоской земле. Это реально круто. Ну, и теперь мне хочется, ребят, конечно, попробовать кое-что сделать. У нас есть другая планета, Тераформ Марс. Давайте попробуем сделать ее плоскую. Это с любой планеты работает или только с землей? Как вы написали в комментариях, ребят, в общем, эту планету сделали обитаемой. Типа, как Илон Маск вот хочет колонизировать Марс и там постепенно ее превратить, туда-сюда, изменить климат и все такое. Ну, короче, вот эту планету также кто-то, ребят, переделал, и она стала обитаемая. Ну, давайте попробуем сделать ее плоской. Не знаю, получится ли у нас это сделать. Скорее всего, нет. Мне кажется, что это работает только с землей. Но! Это же Solar Smash. Здесь возможно абсолютно все, что угодно. И я вообще не удивлюсь, ребят. Если мы сейчас сделаем ее плоской. Так, добиваем все это. Всех жителей мы убили, конечно. Сколько мы сегодня людей поубивали? Это жесть. Так, ну все. Вроде как ровненько, чистенько, красивенько, да? Это вот. Оп. Ну, попробуем. Не. Не работает. Ну, а на этом, ребятки, мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что такое вам понравилось. Обязательно пишите еще советы в комментариях. Вдруг мы не все попробовали в этой потрясающей игре. Пишите также, что еще. Позаписывать какие другие игры. Обязательно все сделаю. Не забывайте про лайки, про колокольчики. И просто про положительные комментарии. Но с вами по-прежнему был Овер. Огромное всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Не болейте успехов. Хорошего настроения. И пока-пока.